Здравствуйте! Вы смотрите пятничный выпуск информационной программы события. С главными темами уходящего дня познакомлю вас я, Анастасия Рудая и мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. Время добрых дел. Лида присоединилась к Международному благотворительному форуму. Работает на результат и качество. Алла Буяк посвятила нефтяной отрасли почти всю трудовую жизнь. Искусство в сердце и стекле. Ведущий художник стеклозавода Неман Яна Давыдова создает уникальные вещи из стекла и хрусталя. Дворец культуры приглашает. Семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест» пройдет в субботу в Лиде. А сейчас обо всем подробно. В Гродно прошел торжественный прием от имени председателя обл.исполкома Владимира Караника, посвященный неделе родительской любви. На него были приглашены 19 семейных пар из всех районов Гродницкой области. Среди них многодетные мамы, победители семейных конкурсов, а также те, чьи дети достигли значительных успехов в различных сферах – науке, искусстве, спорте, трудовой деятельности. Когда мы произносим слово «мама», «папа», у нас, наверное, это смесь эмоций, это ощущение чего-то теплого, чего-то надежного. И, наверное, в молодости мы совсем задумываемся о том, что семья – это тот фундамент, на котором строится будущее каждого человека. Вот то, что закладывается в семье, это позволяет дальше ребенку, взрослому развиваться и двигаться вперед. И, наверное, мы не совсем задумываемся о том, сколько труда для мамы, для папы затрачено для того, чтобы вырастить ребенка. Мы не вспоминаем эти бессонные ночи, когда она с тревогой смотрит на градусник, эти сбитые коленки. Каждый раз, приходя с проблемами к своим родителям, мы же не задумывались о том, что, возможно, они заняты, возможно, они устали. Они всегда находили на нас время, и только став сами родителям, мы понимаем, через что они прошли. Но вот все эти трудности, как сам родитель мог сказать, они очень быстро забываются, сменяются чувством радости, когда растут твои дети. Радости за их достижения, понимание о том, что они в чем-то лучше нас, они в чем-то умнее нас, они пройдут дальше. И вот это чувство гордости за своего ребенка, наверное, перекрывает все эти трудности, все эти бессонные ночи. И вот если семья прочная ездит, царит любовь, счастье, ребенок вырастает действительно лучше подготовленный к жизни. У ребенка есть возможность реализовать свой потенциал и найти свое место в жизни. И то, что мы маме всегда говорили спасибо, но то, что появился у нас день отца и неделя родительской любви, это заслуга, то, что все-таки полноценная семья. И хорошее взаимоотношение между родителями, они, наверное, создают более прочную основу. И мы должны стремиться к правильному воспитанию для того, что семья – это не сухие слова, ячейка общества. Это основа и составляющая часть общества. Крепкая семья, крепкое общество, крепкое государство. В торжественной обстановке глава региона вручил пятерым многодетным женщинам Орден Матери. Наивысшие награды за материнство удостоены Татьяна Рафальчик из Гродно, Виктория Кондратюк из Щучинского района, Кристина Суслова из Новогрудка, Светлана Минкевич из Воронова и Татьяна Кухарская из Лиды. Я очень благодарна за такую награду, высокую за Орден Матери. Я очень люблю деток. Детки для меня это самое главное, что же есть в жизни человека. Это моя гордость, радость, счастье. Это наши будущие дети. На пути к инклюзии Лида стала участницей Международного благотворительного форума «Время добрых дел». Это мероприятие собрало специалистов из России и Белоруссии, объединенных одной целью – создать доступную инклюзивную среду. В рамках форума управлением образования Лидского райисполкома была организована диалоговая площадка «Лида. Территория равных возможностей». Участники встречи поделились личным опытом в сфере инклюзии, в том числе собравшиеся за круглым столом, обсудили то, в чем они могли бы друг другу помочь. В нашем регионе людям с ограниченными возможностями уделяется особое внимание, создаются необходимые условия для их комфортной жизни. Однако обмен мнениями и наработками в этом направлении никогда не будет лишним, отметили участники мероприятия. Очень впечатлена работой, которая проводится с детьми с особенностями здоровья в Лиде. Создан комплексный подход по разным направлениям – и педагогическое, и творческое, и физическое развитие. И, конечно, просто хочется снять шляпу и сказать огромное спасибо. Чем хотелось бы поделиться, в каком направлении расширять сотрудничество – это поддержка мам детей-инвалидов, рассмотрение в комплексе мамы и ребенка. Потому что все мы понимаем, что эмоциональный фон мамы, здоровье мамы, как она себя чувствует, все передается ребенку. И насколько она будет в ресурсе, настолько больше она сможет своему ребенку дать. Мы общаемся с вашими мамами из сообщества «Родители детей-инвалидов» города Лиды. И делать коллаборации и с государственными учреждениями. Вот сегодня проговорили, что мамы могли бы мастер-классы те же самые проводить, вместе собираться для детей, для мам. Это важно, это создание сообщества такого позитивного, конструктивного. На этой неделе в субботу прямую телефонную линию в Лиде проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Обращаем ваше внимание, что изменился номер прямой телефонной линии. Теперь по субботам с 9 до 12 часов вопросы жители нашего региона смогут задавать по номеру 60-42-40. Продолжаем выпуск. Для лечанки Аллы Буяк профессия стала делом всей жизни. Вот уже почти 30 лет она трудится в открытом акционерном обществе «Лида нефтепродукт». Благодаря многолетнему опыту работы, инженер по качеству, руководитель лаборатории справляется со своими обязанностями на отлично. Алла Александровна не только отвечает за топливо на автозаправочных станциях, но и активно участвует в общественной жизни организации. Подробности в нашем следующем сюжете. Профессионализм и ответственное отношение к делу. Таких принципов в работе придерживается инженер по качеству, руководитель лаборатории открытого акционерного общества «Лида нефтепродукт» Алла Буяк. А ведь когда-то она и представить себе не могла, что будет работать именно в этой организации. После окончания индустриального техникума девушка собиралась стать техником-организатором, но судьба распорядилась иначе. Алла начала служить в вооруженных силах и осталась здесь на 12 лет. Когда ее воинскую часть расформировали, ей пришлось искать новую работу. Она случайно узнала о свободной вакансии лаборанта химического анализа на «Лида нефтепродукт» и решила попробовать себя в новой профессии. Были, конечно, трудности, потому что лаборант, который работал до меня, только неделю со мной работал. И, естественно, все объяснить она мне не смогла. Как сейчас говорят, интернет в помощь, так вот раньше была книжка в помощь. Брала, изучала. Потом руководитель меня отправил на обучение в Гродненскую областную нефтебазу. Там начальник лаборатории, это была Павловская Валентина Владимировна, это мой первый наставник и ее, конечно, коллектив, который обучил меня первым азам работы, моментам, которых я еще не знала. После возвращения с курсов Алла Буяк стала совершенствоваться на новом поприще. 10 лет она работала лаборантом химического анализа в воспитательной лаборатории, а затем получила повышение. Так Алла Александровна стала инженером по качеству, руководителем лаборатории. Женщина добросовестно выполняет свои обязанности и легко справляется с ответственной должностью. Сразу приходная работа, мы обсуждаем планы на предстоящий день, обозначиваем, какие есть у нас испытания. Дальше лаборант идет, отбирает пробы. Если был слив, отбирает пробы с резервуара данного продукта и проводит испытания, все, которые у нас заданы в стандарте предприятия. Основная деятельность испытательной лаборатории направлена на осуществление контроля качества поступающих нефтепродуктов и реализуемых через сеть автозаправочных станций. Также производится проверка моторных масел, которые фасуются на складе хранения нефтепродуктов. После контрольного анализа выдается паспорт качества, после чего происходит отпуск топлива потребителям. Объемы у нас каждый раз разные. Если у нас, допустим, есть в этот день автозаправочная станция, это у нас получается до 14 проб, это 60-80 испытаний. Если АЗС нет, это у нас примерно 40-50 испытаний. Мы не можем некачественный нефтепродукт выпустить в реализацию, поэтому контролировать это необходимо. И мы это делаем на постоянной основе. За время работы в Лиде нефтепродукт Алла Буяк зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист. Она не только накопила колоссальный опыт, но и стала мудрым наставником для коллег. Женщина всегда придет на помощь и поможет решить любую проблему. Благодаря многолетнему труду Аллы Александровны, наша испытательная лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для проверки качества нефтепродуктов. Как руководитель лаборатории, она постоянно изучает передовой опыт в своей сфере деятельности, участвует в семинарах, стремится внедрить полученную информацию на своем участке работы. Алла Александровна умеет расположить в себе людей и находить с ними общий язык, находит время и для подготовки молодых работников, принимает участие в общественной жизни предприятия. Я работаю на этом предприятии уже 6 лет, и все эти 6 лет под руководством Аллы Александровны. Очень хороший руководитель, очень грамотный человек, знает отлично свою работу. В свое время, когда я устроилась, она обучала меня профессии лаборанта, показывала, как выполнять всю основную работу, как проводить анализы. В открытом акционерном обществе «Лиды нефтепродукт» для работников созданы комфортные условия труда. Профсоюзная организация оказывает им материальную помощь в случае длительной болезни, в связи с тяжелыми жизненными ситуациями, а также приятными событиями. Большое внимание уделяется оздоровлению и досугу коллектива. От профсоюзной организации санаторно-курортное лечение, оздоровительные путевки детям в лагеря, тоже организовываются экскурсии, даются апонементы в фитнес-центры, тренажерные залы, в бассейн. Конечно, профсоюзная поддержка очень важна. Человек всегда знает, что может обратиться, и ему не откажут в любом вопросе. Алла Буяк неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд. Шесть лет назад она была выдвинута на конкурс «Человек года» в номинацию «Народное признание» и заняла третье место. Секрет ее успеха прост – нужно любить свою работу и трудиться на благо страны. К другим темам. Предупредить беду, объединив усилия. В Лицком районе проходят рейды смотровой комиссии, которая посещает многодетные семьи, семьи в социально опасном положении и одинокопроживающих. Члены комиссии – сотрудники МЧС, представители газовой службы, социальной службы, здравоохранения, образования и местных органов управления. Прошел рейд и в Березовке. В домах и квартирах березовчан проверили исправность газового оборудования, наличие автономных пожарных извещателей, соблюдение правил пожарной безопасности, условия проживания несовершеннолетних и разъяснили информацию о вакцинации населения. Работники МЧС обращают внимание на наличие притопочного листа. Обращают внимание, что дымоход в пределах чердачного помещения должен быть оштукатурен и побелен. В самой печи должны отсутствовать трещины. Также при эксплуатации печи запрещается разжигать печь с использованием легко воспоменяющихся жидкостей, горючих жидкостей. Дрова не должны выходить за пределы топки и постоянно должен быть контроль за эксплуатацией печи. Также запрещается возле печи складывать горючие материалы, дрова. 3 октября суд Лицкого района вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя Витебской области. Он путем обмана и злоупотребления доверием заведомо престарелых граждан завладевал их денежными средствами. Возвращать эти суммы не намеревался, расходовал на собственные нужды. В соответствии с предъявленным обвинением данное лицо в период с марта по май 2024 года на территории Лицкого района Гродницкой области, а также Поставского района Витебской области под предлогом получения денежных средств в долг, не имея намерения исполнять принятые на себя обязательства по их возврату, совершал хищение денежных средств у заведомо престарелых потерпевших, причинив имущественный вред на сумму более 4 тысяч рублей. При этом на одного из указанных потерпевших обвиняемый оформил обязательства по рассрочке с целью приобретения в личное пользование мобильного телефона, пообещав самостоятельно ежемесячно выплачивать необходимую сумму. Все приведенные факты имели место в связи с введением потерпевших заблуждения относительно своей личности и рода занятий. В судебном заседании государственным обвинителям были представлены исчерпывающие доказательства виновности обвиняемого в инкриминируемом деянии. С учетом личности виновного, количество эпизодов преступной деятельности судом Литского района обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно за владение имуществом путем обмана мошенничества, совершенным повторно. На основании санкции данной статьи ему назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием госправительственной колонии в условиях строгого режима. Также с него взыскан прещеный потерпевшим имущественный вред, а также государственная почвена в доход государства. Приговор в суде не обжалован, не протестован и вступил в законную силу. С 21 по 27 октября на территории Литского района пройдет неделя детской безопасности, в связи с чем сотрудники госавтоинспекции посетят все учреждения образования личины, где совместно с учащимися актуализируют знания ПДД, а также проверят то, как ребята двигаются по безопасному маршруту дом-школа-дом. В этот период внимания инспекторов ГАИ будет уделено перевозке юных участников дорожного движения, а также передвижению детей в качестве пешеходов и велосипедистов. Исходя из статистики аварийности за 2024 год, уже произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 несовершеннолетних. Больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних происходит по вине водителей транспортных средств. Напоминаем, что в автомобиле ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресла или бустер должны быть правильно установлены в автомобиле в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Детям до 14 лет двигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при движении по дворовым территориям, вблизи учреждения образования, а также при проезде как регулируемых, так и нерегулируемых пешеходных переходов. А также позаботьтесь о безопасности ваших детей. Ежегодно на Литчину приезжают сотни молодых специалистов. После отработки кто-то уезжает, а кто-то находит свое призвание на нашей земле. Яна Давыдова – одна из тех, кто несколько лет назад впервые переступила порог стеклозавода «Неман», чтобы набраться опыта. Сейчас же она ведущий художник предприятия с планами и перспективами на будущее. Подробнее в сюжете Лилии Киеня. Яна Давыдова родилась и выросла в Минске. Столичный шум и суета были для нее привычными до того, как она переехала в Березовку. Лес вокруг города, красивая природа, пение птиц и близость Немана – все это покорило сердце минчанки. Первый раз я попала в Березовку, когда я еще училась на первом курсе Академии искусств. У нас была тут практика. Город понравился тем, что природа безумно красивая. Каждый день Неман, палатки. То есть есть свой шарм маленьких городков. Праздники, у которых День города. Она все такие любит друг друга, все знакомы. Это тоже мне очень нравится в городе. Яна Давыдова в 2016 году окончила Минский государственный художественный колледж имени Глебова и сразу же подала документы в Белорусскую государственную академию искусств на отделение стекла. Необычный материал привлек внимание. Художница увидела в нем простор для фантазии и творческих идей. Изначально я училась в колледже на факультете живописи. Надоело рисовать. Захотелось что-то новенькое. И попались на глаза то, что требуются студенты именно на факультет по стеклу. Поступила. На первом курсе еще не понимала, что именно нужно делать, как это происходит. А вот уже попав сюда, уже стала понимать. Чем больше изучала, тем больше нравилась. Втянулась. Диплом я тоже выполнялась здесь на заводе. Там же познакомилась уже с бригадами удувайщиков. Закончила отработку. Мне предложили новые условия по контракту, которые меня очень устроили. И я продлила еще на год. Сейчас я снова подписала новый контракт, только мне уже дали новую должность. И завод выделил мне жилье в Березовке, что тоже огромное им спасибо, что мне не нужно больше снимать квартиру. За три года работы Яна создала сотни новых изделий и была соавтором смелых проектов. Один из них – макет дворца независимости. Мне очень нравится стекло, очень нравятся люди, с которыми я работаю. Каждый проект – это все равно что-то новое. Каждый день учишься, то одно, то второе, то третье вылазит. То есть это постоянное развитие, это очень интересно. Ты изучаешь от простых графических программ до 3D-моделирования и инженерии. То есть мы такие как универсальные специалисты, которые должны разбираться во всем. Я проектирую изделия на внешний рынок, в частности на Россию. Мы поставляем изделия дома, фарфора. Трудолюбие Яны Михайловны заметила и руководство. Сейчас она ведущий художник. Очень себя хорошо зарекомендовала. Художник на производстве должен не только обладать безупречным вкусом и фантазией, но и разбираться в процессах создания изделий из стекла и хрусталя. В свободное время Яна изучает 3D-моделирование. Хобби у девушки тоже интересные. Корейский язык, походы с палаткой и книги. Уже завтра состоится одно из ярких и эмоциональных событий Дворца культуры города Лиды. Семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Праздник пройдет в рамках недели родительской любви. В год качества организаторы решили насытить программу форума новыми творческими красками. Планируется, что участие в мероприятии примут семьи работников крупнейших предприятий региона. Посетители ждут тематические локации, активные фотозоны, выставки-инсталляции, мастер-классы и тренинги. Атмосферу праздника поддержат аниматоры и ростовые куклы. Подарком для всех участников фестиваля станет концерт лучших творческих коллективов Дворца культуры. Начнется семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест» в 11 часов. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Хоккейный клуб «Лида» проведет два домашних матча экстралиги против Минской юности. Первый из них состоится завтра на арене Ледового дворца в нашем городе. Начнется он в 14 часов. В понедельник команды скрестят клюшки в 19.00. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает второе место в турнирной таблице экстралиги. Наша команда располагается на восьмой строчке. Наш сегодняшний выпуск завершен. Еще больше интересных новостей в свежем номере «Лицкой газеты». Выйдет он уже завтра. В нем журналисты районки расскажут читателям, насколько благоустроены населенные пункты в сельской местности и поддерживается ли в них чистота и порядок, а также поделятся рассказами маленьких «Личан» о своих папах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова